Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя. Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор его произведения. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин Сибиряк. Пятый рассказ серии «Сибирские рассказы». Неудел. Видели морзака? Торжественно заявлял кучер Яков, неподвижный и вялый хохол. Где видели? А по улице иди, пранца его батьке. Что ж его задержали, морзака? А зачем его держать? Сам приди ночью у кабак, там и словимо. А если не придет? Приди, куда вин денется пранцеватый. При последнем слове Яков лениво улыбался, раскуривал трубочку и делал необходимые приготовления к предстоящей ночью баталии. То есть, лез на печь и доставал чугунный пест от ступки. Единственное оборонительное наступательное оружие в нашем доме. Хохладское спокойствие производило на нас, детей, импонирующее впечатление, и мы смотрели на Якова с раскрытым ртом, как на героя. Яков будет ловить разбойника морзака. Яков побежит в кабак с чугунным пестом в руках по первому удару на батного колокола крепостной заводской конторы. Яков будет вязать веревкой морзака и так далее. — Яков, а тебе не страшно? — приставали мы к нему. — Ведь морзак с ножом. — Нехай с ножом. — А он тебя зарежет. — А пест? Мы, дети, страшно волновались и выслеживали каждый шаг Якова до того момента, когда нас отправили спать. Волновались и большие, хотя эта история повторялась через известные промежутки не один раз. Всего более смущала уверенность, что морзак должен прийти именно в кабак и никуда больше. В этой мысли было что-то роковое, неизбежное, как сама судьба. И фатализм положения пугал одинаково как больших, так и маленьких. В морзаке чувствовалась какая-то стихийная сила, не укладывавшаяся в тесной рамке заурядного прозябания. Вечером, когда все стихло, в калитку осторожно стучала какая-то невидимая таинственная рука. Кучер Яков, не торопясь, выходил за ворота и долго с кем-то шептался, а потом возвращался в кухню и упорно молчал. — Из конторы сотник приходил, — объясняла нам кухарка под величайшим секретом. — Народ сбивают. Легкое место сказать одного человека помать. Тьфу. В кухарке сказывалось смутное сочувствие к геройству морзака, и она любила рассказывать, как этот разбойник бросался с ножом на заводского приказчика, как его ловили, заковывали в кандалы, драли в машины, а потом увозили в верхотурье во строк. Морзак сидел несколько времени, а потом уходил и непременно возвращался опять к нам на шайтанский завод. Раз, ушел он и за строгой зимой в одной рубахе, босой, и ничего, остался жив. Вообще получается легендарный человек, который умел заговаривать даже пули конвойных солдатиков. Все эти рассказы, конечно, припоминались именно в этот момент, когда весь завод ждал набата. Лежишь в своей теплой детской кроватке и со страхом думаешь о машинной, где наказывали за всякую крепостную провинность розгами, о верхотурском остроге, о глубоких зимних снегах, по которым бежит босой морзак, и детское сердце сжимается от страха. И жаль делается, и страшно, и какое-то тяжелое чувство поднимается в душе против неизвестного расплывающегося в детском воображении зла. Приказчик Завертнев, на которого морзак бросался с ножом, часто бывает в нашем доме, он такой веселый, добрый человек, и его тоже жаль. Зачем морзак хотел зарезать этого Завертнева? В ушах даже поднимается звук кандалов, которых мы видели морзака не раз. Да, и вот сейчас этот самый морзак идет с ножом к кабаку, где его будут ловить. Детское сердце замирало от страха, и ухо старалось поймать малейший шорох. Действие начиналось обыкновенно ночью. Прежде всего повторялся таинственный стук в калитку, и кучер Яков, захватив чугунный пест, исчезал из кухни не менее таинственно. Наступала зловещая тишина. Лежавшая на печи кухарка тяжело вздыхала и в полголоса начинала причитать. «Ох, Микола милостивая! Ох, согрешили мы, грешные мы!» Делалось вообще ужасно страшно, так что для безопасности забираешься под одеяло с головой и даже затыкаешь уши. Точно хотят ловить не морзака, а тебя, такого маленького и беззащитного. Но никакое одеяло не спасает. Ухо ловит осторожный топот торопливых шагов под окнами. Вот во весь опор пронеслась лошадь. От нашего дома до кабака всего сотни две шагов. Подняться в гору, повернуть налево и сейчас под горой на берегу горной речонки Шайтанки стоит кабак. Из заводской конторы и господского дома, где жил приказчик, нужно идти мимо нашего дома. И по звуку шагов догадываешься, что невидимые люди бегут торопливо туда, к кабаку. Вот и набатный колокол залился лихорадочным звоном. «Матушка Казанская Богородица, помилуй нас!» Уже громко молится кухарка, и в звуках ее голоса стоят дешевые бабьи слезы. «Микола, милостивые угодники бессеребренники!» Такой набат возвещал, что морзак в кабаке. На улице поднимался громкий топ от бегущих. Теперь уже никто не бережется. Народ бежал из фабрики из-за речного конца. А колокол все звонит частым смешанным ударом. Точно пульс лихорадочного больного. Потом все сразу замирает, и колокол, и бегущие шаги, и конский топот. Но эта зловещая тишина еще страшнее недавнего шума. И чувствуешь, как отзванивает набат в груди собственное сердце. А в висках тяжело шумит кровь. Все чувства напрягаются до последней степени. Не слышно даже причитаний кухарки, которая тоже насторожилась, как птица. Господи, что же будет? Поймают морзака, или он кого-нибудь зарежет и уйдет? Точно в ответ где-то там под землей глухо проносится смутный гул. Вот он ближе, ближе, точно поднимается какая-то волна. Опять топот, громкий говор, чей-то одинокий плач. По улице проходит целая толпа народа. Это ведут в машинную пойманного морзака. «Ну что?» — спрашивает отец, когда Яков возвращается. «А-а-а, пы-мали! И нож у сапоге! О, який нож!» — показывает Яков, охваченный лихорадкой совершенного подвига. «Мы его у кабаке узяли. Подходим — сидит. Постучали у дверь — сидит. Вошли — сидит». «Та-та! Пади напугали мужика, а неки воины!» — язвит кухарка. «Легкое место! Все это ордой на одного человека навалились! И сбили, Пади, почти насмерть!» «А как же? Вин с ножом!» Кухарка что-то ворчит себе под нос. Яков выкуривает для успокоения последнюю трубочку, и все засыпает. Как засыпает и сам морзак в машинной. Всю ночь гремит одна фабрика, додымят без конца высокие трубы, рассыпая снопы красных искр. Шайтанский завод принадлежит к числу тех медвежьих углов, которые редко попадаются даже на Урале. Он залег своими бревенчатыми избами по западному склону горного кряжа и в описываемое нами время — конец пятидесятых годов — едва имел две тысячи населения. Сосланного сюда с разных сторон основанием служили раскольники, потом к ним прибавили туляков и хохлов, пригнанных из России. Наш кучер Яков был пригнанный хохол, а морзак — туляк. Характерной особенностью крепостного нрава на заводах было то, что в это время создался контингент крепостных беглых и крепостных дураков. Бегал Киржак Савка, потом Хохол Акулка и Беспалы, но всех их выше по целостности типа стоял морзак. По крайней мере, в нашем детском воображении он сложился в сказочного героя, которого не держали ни тюремные стены, ни кандалы, не говоря уже о машинной и своих заводских торгах. Всего сильнее действовал на воображение открытый характер его действия. Втайне все население сочувствовало ему как живому протесту против жестоких заводских порядков, тем более что морзак никому кроме заводских властей никогда зла не делал. Пойманный морзак запирался в машинную, то есть теплое помещение для пожарных машин, где жили заводские конюхи. Здесь обыкновенно производилась порка, и проходя мимо заводской конторы можно было частенько слышать отчаянные вопли истязаемых в машинной. Самое здание конторы уже имело в себе казенный внушительный вид. Низенький, рассеявшийся на две половины дом с высоким мезонином и белыми колоннами, выстроен был в казарме на классическом стиле времена Рокчеева и стоял в самом горле, как говорили рабочие. То есть в конце плотины, так что всякий должен был проехать мимо этой конторы, другой дороги не было. Мы, дети, относились с каким-то особенным уважением к этому таинственному месту, и только желание посмотреть на знаменитого разбойника Морзака побороло спасительное чувство страха. Помню, как под предводительством нашего кучера Якова мы отправились туда в первый раз прямо под белые колонны, где шел сквозной коридор с улицы на двор. Несколько кучеров, подвечавших и по заплечным делам, встретили Якова как своего. Русские кучера отличаются необыкновенной общительностью и братскими чувствами. «А мы до Морзака», — равнодушно объяснял Яков, показывая на нас движением головы. Нас повели через дверь к низенькому бревенчатому зданию, которое по наружному виду решительно ничего страшного не представляло. Обыкновенный каретник и только распашные двери были обиты кошмой. Это и была машинная. Когда дверь растворилась, на нас пахнула совсем хозяйственным воздухом. Пахло дегтем, кожей, ржавым железом и злейшей кучерской махоркой. В машинной стояла полутьма, и глазу необходимо было к ней привыкнуть, чтобы различить ряд пожарных машин и внутреннюю дверь в следующее отделение. Небольшое оконце в этой двери, заделанное железной решеткой, глядело как единственный глаз. «Эй, Федя!» — осторожно окликнул один из кучеров, заглядывая в решетчатое оконце. Где-то в глубине резко грянули железные кандалы, и у оконца показалось красное лицо морзака. «Дайте табаку на цигарку», — как-то равнодушно попросил голос из решетки. Наше любопытство было вполне удовлетворено. Морзак оказался настоящим разбойником. В кандалах, в красной рубахе, с хриплым голосом и одним глазом, а другой отсутствовал. Через несколько дней после приличной домашней экзекуции его увозили в верхотурье. Картина получалась самая импонирующая. Морзак сидит в телеге в своей кумачной рубахе, без шапки и по старозаветскому разбойничьему обычаю истово раскланивается на все четыре стороны. Помню до мельчайших подробностей эту большую угловатую голову, на которой при каждом поклоне трепалась волна русых шелковых кудрей. Сотни народа бегут за телегой, а морзак все кланяется, пока его красная рубаха, точно кровавое пятно не исчезло на повороте к роковому кабаку. В начале 70-х годов, поздней осенью, мне нужно было ехать в Петербург. Уральской железной дороги тогда еще не было, и проехать 300 верст до Перми по убийственному гороблагодатскому тракту являлось таким подвигом, перед которым отступали завзятые храбрецы. Даже прославленный сибирский тракт в сравнении с ним являлся чуть ли не шоссе. Узнав, что с одной из верхних часовских пристани отправляется последний караван, я постарался воспользоваться этой оказией. Осенний сплав по реке часовой не представляет опасностей, но требует терпения. То расстояние, которое весной проходится в трое суток, теперь могло потребовать трех недель. Но выбирать было не из чего, и я отправился. Помежень, то есть летом. По часовой могут проходить только полубарки с грузом от пяти до семи тысяч пудов. На одном из таких суденышек я и поместился. Водолив уступил половину своей каютки, и это представляло громадное удобство. Отвал каравана с пристани составлял всегда событие, и я с удовольствием наблюдал суетившуюся на берегу толпу. Весной на часовой набираются до двадцати тысяч пришлого, чужестранного народа, сгоняемого сюда нуждой из соседних губерний. А осенью работают все свои, пристанские или с ближайших заводов. Нужно заметить, что в бурлаки из заводских шли самые оголтелые и замотавшиеся рабочие, пользовавшиеся самой плохой репутацией. Так было и теперь. Коренные чусовляне перемешались с заводчиной, и получалась самая пестрая бытовая картина. Меня интересовал не самый сплав, который для нас, уравьцев, по осени ничего особенного не представлял, а только бурлаки. Да не варнакили, а! Орал водолив, который метался по полубарку во время отвала, с таким азартом точно нас осадил неприятель. Куда прете? Эй, бабенки, вы у меня смотрите. А ну и народец, а ёпт! Сходни сняты, снасть отдана, и барка медленно отделилась от берега. «Шапки долой!» — скомандовал сплавщик. Головы обнажились, посыпались торопливые кресты. В этот момент с берега из толпы вынырнул невысокий мужик с котомкой за плечами, догнал медленно двигающуюся барку и при помощи легонького шестика ловко перепрыгнул через воду. Он так плашмя и упал на палубу прямо под ноги изумленному водоливу, который в азарте хотел его столкнуть обратно в воду, но это было не так-то легко сделать. Мужик ухватил с одной рукой за канат и замер. «Не тронь», — спокойно заметил он, не обращая внимания на пинки водолива. «Эй, Данилыч, отвяжись!» — окликнул водоливый сплавщик. «Разве ослеп?» Бурлаки сначала захохотали счастливые даровым представлениям, а потом смолкли и зашептались. Этот эпизод быстро затерялся в пестрой смене новых впечатлений. Плыли мимо оригинальные берега, подпиравшие реку разорванной линией чередовавшихся скал. Показывались и быстро прятались глухие лесные деревеньки. Прошумел первый перебор, где река, сдавленная камнями, неслась с шумом и ревом, оперенными белой пеленой майданами. Точно в тесноте бежало стадо белых овец. Примечание — майдан. Здесь водоворот. Хмурое осеннее небо неприветливо глядело сверху из-за диких скал. И, наконец, медленно и настойчиво пошел осенний назойливый дождь, не знающий пощады. Ничего не оставалось, как уходить в каюту, где, водолив Данилыч, уже смостачил чай. Я нашел своего сожителя в полном отчаянии. «Это не барка, а строк!» — ругался Данилыч, обрадовавшись случаю поделиться своим горем. «Разбой! Одно слово!» — «Да что ж такое случилось?» — «А Федька? Зарежет он нас всех!» «Какой Федька?» — «А Марзак!» — «Ну, еще Дави на шесточке на барку перескочил!» — «Разбойник! Есть разбойник!» Я узнал героя своих детских воспоминаний и не мог удержаться, чтобы не выскочить из балагана и не посмотреть на знаменитого Федьку. Страшного, однако, ничего не оказалось. Федька, как ни в чем не бывало, стоял под губщиком у поносного и ворочал его, как матерый медведь. Примечание Дмитрия Ивановича Мамина Сибиряка. Поносным или потесью называется бревно с пером на одном конце. Оно на барке заменяет руль весло. Толстый конец поносного, у которого стояли бурлаки, заканчивается губой. Под губщики ставятся самые сильные и опытные бурлаки. Картина бурлаков, работавших под дождем, была самая жалкая. Что-то такое беззащитное и оторванное от всего чувствовалось под этими мокрыми лохмотьями, безмолвно шевелившимися на палубах по команде сплавщика. Федька работал за двоих, и сплавщик любовно смотрел на него, когда он срывал тяжелое поносное, как перышко. Теперь было понятно, почему сплавщик заступился за Федьку, когда растерявшийся Данилович хотел столкнуть его в воду. Бойкий пристанский народ резко выделялся в среде заводчины. Чусовляне были как у себя дома, а заводские, привыкшие к своей огненной или куренной работе, выглядели чужими, непривычными людьми. Исключение представлял один морзак, видимо, ломавший не первый караван по часовой. В течение двух недель я внимательно присматривался к оригинальной бурлатской артели, которая сложилась так же быстро, как и все другие мужицкие артели. Повторилось поразительное явление, которое меня всегда занимало. В течение нескольких часов сложилось твердое и бесповоротное общественное мнение, и каждому отведено было надлежащее место. Сделалось это само собой, по молчаливому соглашению, и вся барка представляла собой один организм с тонким распределением ролей, обязанностей и разных возможностей. И разбойник морзак сразу занял свое особенное место. Он не принимал никакого участия в бурлатском галдении, мелких ссорах и ругани, точно не замечал ничего кругом. Между тем, когда требовалось по какому-нибудь экстренному случаю, села барка на мель, подрались ли бабы. В мнении бурлатского круга его голос имел решающее значение. Высказывал свою мысль Федька коротко, в нескольких словах, но здесь все было обдумано и взвешено. «Уж Федька скажет, точно гвоздь заколотит», — говорили про него бурлаки. «Такой уродился». Рост морзак был невелик, но широк в плечах, и, как все силачи, сильно сутуловат. Лицо было такое же красное, и все те же русые кудри с шапкой стояли на угловатой голове. Вытекший глаз придавал этому лицу угрюмое выражение. Одет он был, как и все. Синяя пестрединная рубаха, рваный армяк, худые сапоги на ногах, шапка в форме вороньего гнезда, и все тут. Разбойничьей красной рубахи не было и в помине, а вместе с ней он точно снял и свое обаяние, как разбойник. Оставалась известная авторитетность человека, привыкшего к опасностям. Сказывался сильный властный характер, но через эти остатки сквозила какая-то усталость, вернее сказать, грусть. Одним словом, это был человек, который сыграл свою роль и остался неудел. Однажды вечером мы затащили его в свой балаган напиться чаю. Он принял приглашение довольно непринужденно и также непринужденно разговорился. — Как ты тогда, Федя, из разбойников-то выпутался? — спрашивал сплавщик, любивший поболтать с хорошим человеком. — А как волю объявили? Ну, я в те поры в бегах состоял, — спокойно отвечал Марзак, глядя в сторону. — Ну, вижу, пошло уж совсем другое. Втроем мы тогда и объявились в верхотурье по начальству. Я, Савка и Беспалый. Так и так, мы, мол, самые есть. Ну, нас судить, вострок, а у нас свое на уме. Таскали, таскали нас по судам. — А вы, значит, свое. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. — Хе-хе, знам и дело. Ну, надоело начальству и выпустили в подозрении. — Это по старым судам даже весьма много было. Главная причина, что вот бегать незачем стало. Все вольные. Мы свою-то волю раньше поучили, по-волчьему. Марзак оказался разговорчивым человеком и рассказывал себе, как о постороннем. Дело прошлое, нечего таиться. А что было, то было. — Чем же ты теперь занимаешься? — спрашивал я его. — А разное. Вот на сплав ухожу, потом на золотые промыслы. Работы после нас еще останется. Не прежняя пора. Палкой на работу гоняли. Да всякий над тобой же галлиганится. А бывает тебе скучно иногда? Этот вопрос точно испугал Марзака. Он быстро взглянул на меня своим единственным глазом, тряхнул головой и замолчал. Нечаянно я, кажется, попал в самое больное место. Не в людях человек. Вот какое мое дело, — ответил после длинной паузы Марзак. Добрые люди как на зверя смотрят. Имя-то осталось. Рано не то волком ходил, а теперь и этого не стало. Биография Марзака оказалась несложной. Родился и вырос он в шайтанском заводе, а подростком уже работал на фабрике в Кричной. Тяжелая огненная работа Марзаку была нипочем, но стал поперек горла один крепостной уставщик. Завязалась отчаянная борьба между безгласыми рабочими и микроскопическим начальством, выбившимся разными неправдами из простой рабочей среды. Давил такой же рабочий. Дело кончилось тем, что ни в чем не повинного Марзака отвели в машину и прописали жестокую порку. Он обозлился и с ножом бросился на приказчика. Дальше следовала уже настоящая порка – Кандалы и Верхотурский острог, где Марзак закончил круг своего образования в обществе Ссавки и Беспалова. С ними он ушел из острога и под их руководством быстро прошел весь опытный курс бродяжничества. Впоследствии эту шайку обвиняли в ограблении заводской почты и в других шалостях, направленных против заводского начальства. «А зачем же тебя черт в кабак-то приносил тогда?» – удивился, водолив Данилыч, успевший примириться с разбойником. «Когда в бегах состоял?» «Ну, когда бегал. Захаживал и к нам на пристань, как же. Ну и бегал бы по лесу, а то нет, надо в кабак. Да еще зря и в кабак-то придет. Все знают твою-то заразу, и сейчас ловить». «Ха-ха-ха-ха!» Морзак посмотрел на Данилыча и рассмеялся. Это было в первый раз, что он развеселился. «Я... я ведь и сам то же самое думал, Данилыч!» – ответил он. Встряхнул кудрявой головой. «Знаю, что поймает, а иду. Точно вот кто-то меня толкает. Намерзнешься в лесу, ты проголодаешься и стомишься. Оно и тянет в теплое место». — Ах ты какой, Федя? Ну, послал кого за водкой, вся тут? — Ну нет, тут дело особенное. Когда увидали тебя на улице, значит быть Федьке в кабаке. — Да, знаешь, что ждут уж тебя, будут ловить, но вот поэтому по-самому и идешь. Не боится, мол, вас Федька никого. — Не единого уходил из кабака-то целешенек, потому как все тебя боятся. Приступиться страшно к разбойнику. Нельзя не прийти. В Перми мы расстались. Морзак дружелюбно мотнул мне головой и зашагал с толпой барлаков. — Ты куда это? — спрашивал я его на прощание. — А вот, — указал он на ближайшую кабацкую вывеску, — в кабак. — По нашему положению некуда больше. Последний раз в Шайтанском заводе я был в 80-х годах. Завод значительно увеличился, появилось много новых построек, но из старых, знакомых, дорогих по детским воспоминаниям осталось уже мало. Народилось и выросло молодое незнакомое поколение, и успели сложиться уже некоторые новые формы заводского быта. Так окончательно вымер контингент дураков и дурочек. Вместо одного кабака с елкой, заменявшей вывеску, выросли целых пять питейных заведений. Да, много было нового. И в душе поднималось невольное старческое чувство. Вот то особенное чувство, когда вас охватывает беспричинная грусть и беспокойные размышления о суете-сует. Поздним летним вечером, когда благочестивые люди улеглись спать, ко мне в квартиру завернул знакомый заводской служащий, сообщить, что сейчас поймали двух бродяг и отвели их в волость. — Ох, разве есть опять беглые? — удивился я. — Не, не свои, а чужие странные, — объяснил служащий. — Надо полагать, сбились с дороги, поплутали-поплутали по горам и зашли в жило. А их здесь и накрыли. У них свой тракт, по реке и сети, а потом на часовую. Мне захотелось взглянуть на бродяг, и мы отправились в волостное правление, до которого было десять шагов. По заводам волости щеголяют своим приличным видом и даже богатством. Так шайтанское волостное правление помещалось в каменном двухэтажном доме, выстроенном на пропойные деньги. То есть на те тысячи рублей, какие выплачивались обществу кабаччиками, за разрешение открыть в заводе известное число заведений. Во втором этаже брежжил еще огонек, и запоздавший над своими бумагами писарь встретил нас с недовольным и сердитым видом. — Бродяги! Известно, бродяги есть! — ворчал он, зажигая сальную свечу, чтобы проводить нас в нижний этаж, где помещался карц. — Эвидель, какую нашли! Мы спустились в какой-то коридор, где пахло официальной вонью всех кутузок, холодных и всяких других узилищ. — Ворнаки какие-то! — уже добродушно объяснял писарь, пробуя на всякий случай крепкую деревянную дверь с решетчатым оконцем. — Эй, Федя! Где у тебя ключ-то? Где-то в углу на лавке послышалась тяжелая возня, и из темноты выступила плечистая фигура каморника, пошатывающегося с просони. Повернулся ключ в замке, и дверь распахнулась. — Эй, вы, голуби! Покажитесь! — командовал писарь, поднимая свечку кверху. Один назвался «Непоминай лихом», а другой — «Постойка». — Ну, пошевеливайтесь, господа, непомнящие родства! Который, постойка-то! — Я! — ответил разбитый тенорок из темного угла. Бродяги оказались самыми обыкновенными, и попались они тоже самым обыкновенным образом. Постойка попросил табаку и равнодушно завалился опять на нары. — Они не убегут у вас? — спрашивал служащий, посматривая на деревянную стенку, отделявшую эту камеру от соседней комнаты. — Ну, у нас-то уж не уйдут! — самодовольно ответил писарь, мотнув головой на каморника, прибавил. — Вон у нас какой благодетель для них приспособлен! Хе-хе-хе! Федь, не пустишь? — Не пущу, — лениво ответил каморник. — Где им? Так, российские. Их надо еще с ложки кашей кормить. — Это был Марзак. Я не узнал его сразу в темноте, и только теперь рассмотрел хорошенько. Да, это был он. Та же кудрявая голова, тот же закрытый глаз, та же сутулая могучая спина. — Не узнаешь? — спросил я его. — Запамятовал ваше скородие, — ответил Марзак тоном человека, приобщившегося к местной администрации. — А вы его знаете? — спрашивал в свою очередь писарь. — Он у нас в соцких ходил, вот уж третий год. — Ну, Федя, запирай, сладенького понемножку. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин сибиряк» — сибирские рассказы. Номер карт. 4817-7603-1059-6071 — это Сбер. 2200-7001-7829-8104 — это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 — мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост — это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok